Видео подготовлено сайтом online.gdz.net Сейчас на странице 44 мы выполним задание под номером 4 Составь схему цепи питания характерны для тундры Сравни ее со схемой, предложенной соседом по парте С помощью этих схем расскажешь о пакологических связях в зоне тундры Вы узнали, что в тундре растут низкорослые растения К ним относятся, например, голубика Этими ягодами питаются лемминги Это грузуны, которые зимой не впадают в спячку и даже выводят под снегом потомство Они питаются, например, ягодами голубики В свою очередь от лемминга во многом зависит жизнь хищных зверей Например, белых сов, которые ими питаются Или песцов Совы и песцы едят леммингов сами и кормят ими свое потомство В те годы, когда леммингов бывает мало, совы откладывают мало яиц А песцы рождают мало детенышей Зато, когда леммингов много, потомство у совы песцов большое И всем малышам хватает еды Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте Если вопросы, предложения или пожелания, подписывайтесь на наши группы в социальных сетях Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо!